Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной разговор о медицине. Сегодняшняя программа называется «В Новый год без травм». И у нас в студии Сорокин Олег Иванович, главный нештатный специалист, травматолог-ортопед, Министерство здравоохранения Ульяновской области. Здравствуйте, Олег Иванович! Добрый день! Олег Иванович, ну вообще, вот скажите, пожалуйста, травматизация или сам характер травм зависит все-таки от сезонности? Вообще, травматизм – это совокупность травм, которые происходят в определенной группе населения, в определенный период времени. Это может быть в суточной эквиваленте или во времена года. Соответственно, у нас условно делится на травмы зимнего периода и травмы летнего периода. Естественно, в зимний период это превалирует уличные травмы, более 50%, связано в основном с гололедом. То есть при появлении первого снега, который припорошен, затем утаптывается, в результате чего образуется лед. Пациенты падают, получают различного рода травмы. В результате дороже транспортных происшествий могут быть травмы. В основном это в первый период, когда происходит смена погоды. Соответственно, наше население еще не адаптировалось к тем или иным изменениям климата. Кто-то не поменял обувь, кто-то не подготовил автомобили к зимнему сезону. Поэтому обычно в первые недели или 10 дней происходит увеличение количества травм. То есть уже как следствие, да? Уже как следствие. Как следствие. Потом у нас наше население уже адаптируется, становится более осмотрительным. Ну и, соответственно, мы выходим на тот уровень, который средний уровень травматизма вообще, в принципе, регионом. Олег Иванович, а вот по характеру травм, все-таки кто больше в группе риска? Вот есть же все-таки своеобразная такая группа риска? Здесь в основном, конечно, зависит от того, где пациент получает травму. Если это на каких-то спортивных соревнованиях, на горах, соответственно, это больше детей. Если в обычной жизни, это в основном лица трудоспособного возраста. Но основная масса, это около 80% все-таки уличной травмы лица трудоспособного возраста. Это может быть как мужчины и женщины. Соответственно, может быть это как ушибы, переломы, вывихи. При падении ударом головы это может быть сотрясение головного мозга, черепно-мозговые травмы. А вот в дальнейшем лечение и прогноз зависит от того, насколько развита костная система, насколько какие-то могут быть сопутствующие заболевания есть у человека? Это, естественно, зависит от того травмы, которую получает пациент. Если дети падают на горах, они в основном это происходят. Ушиб мягких тканей, какие-то растяжения, вывихи. То если на улице падает пациент пожилого старческого возраста, в силу изменения скелета, в силу изменения капсульно-связочного аппарата, может сопровождаться перелом позвоночника, может сопровождаться перелом костей таза. И тогда, соответственно, нужно уже оказывать специализированную медицинскую помощь. Благо, таких пациентов небольшое количество, от 6 до 8%. Ну и, соответственно, все-таки в период гололеда таких пациентов становится намного больше. Поступает в лечебное учреждение города Ульяновска. Олег Иванович, ну, может быть, тогда давайте немножко расскажем о, может быть, какие-то инновационные методики у вас используют в вашем троматологическом отделении, в вашей больнице, и, может быть, как-то немножко о характере тех пациентов, которые к вам поступают. Наше лечебное учреждение – это Ульяновская городская клиническая больница Центра специализированных видов медицинской помощи, которая организовалась в 2011 году путем слияния двух лечебных учреждений. Это больница скорой медицинской помощи и Ульяновская областная клиническая больница номер 2. Соответственно, в нашем лечебном учреждении находятся 4 отделения травматологии, отделения нейрохирургии, отделения сочетной травмы и, как структурное подразделение, оказание амбулаторной помощи в условиях травматологического пункта. Соответственно, все пациенты с падениями, большая часть, это порядка 90%, поступают в травматологический пункт, 90% поступают самостоятельно, и около 10% доставляют скорой медицинской помощи. В основном оказывается амбулаторная помощь. Тем пациентам, которые нуждаются в оказании специализированной медицинской помощи, направляются в дежурное отделение. Соответственно, в дежурном отделении могут накладываться гипсовые повязки, производится закрытая репозиция, вправление вывихов, скелетное вытяжение с последующим отсроченным или экстренным оперативным вмешательством. Вообще, в принципе, травматология шагнула далеко вперед, и, соответственно, те оперативные вмешательства, которые, допустим, 10-20 лет назад, были для нас недосягаемы, соответственно, мы сейчас проводим в рамках нашего лечебного учреждения. Это может быть микроинвазивная операция на коленных, локтевых, плечевых суставах. Это замена тазобедренных, замена коленных суставов. Соответственно, те пациенты, которые направлялись в свое время в федеральные центры, мы стараемся оперировать все-таки на нашей базе. Плюс наличие травматологического отделения, сочетанной травмы отделения и нейрохирургии позволяет лечить нам тяжелые сочетанные травмы. Потому что определенное количество процентов занимает черепно-мозговые травмы. Не всегда пациент сможет сгруппироваться при падении. Очень часто поступают пациенты с рясением головного мозга. Олег Иванович, как я понял, наши телезрители тоже, что вот такая четкая муштизация есть. Все звенья работают, и человек поступает по определенным ступеням при оказании помощи. Про работу травмпунктов давайте тоже скажем. Во-первых, они как будут работать в зимнее время, вот сейчас с приближением новогодних каникул, насколько они будут доступны в помощи. И могут быть какие-то телефоны, и адреса мы, наверное, пустим строкой бегущей. Но все-таки сейчас что-то можете озвучить? Ну, в основном, так называемые зимние или гололедные травмы, все-таки амбулаторные травмы, которые нуждаются в оказании медицинской помощи в настоящее время на территории Ульяновской области. Это в травматологических пунктах. Заволжский район обслуживает травмпункт центральной городской больницы, которая находится на улице Оренбургской. Заволжский район обслуживает травмпункт, который находится на улице Ефремова. И Ленинский железнодорожный район обслуживает травматологический пункт, который является нашим структурным подразделением на улице Рылеево, 39. Соответственно, наши травмпункты работают 24 на 7, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. То есть круглосуточно? Круглосуточно. Поэтому, если у вас произошла какая-то травма, не нужно заниматься самолечением, вы всегда можете обратиться в травматологический пункт, врач вас осмотрит, сделает необходимое обследование и решит в плане маршрутизации, куда вас направить. Это может быть направление в стационар для оказания специализированной медицинской помощи, может вас оставить на лечение в данном травмплогическом пункте или направить в поликлинику по месту жительства. Олег Иванович, вы уже сказали, что специфика нашей широты – это гололед. Все-таки, может быть, какие-то дадите советы? Может быть, какая-то обувь специально должна быть? То есть, все-таки, это тоже важно. Может быть, какая-то одежда специально должна? Или как-то все-таки надо как-то осторожнее? Плюс еще к всему хочу спросить. Человек упал, например, и он не может, предположим, сразу обратиться к врачу. То есть, он может как-то определить, какой это характер травмы? Уши, растяжение? Сразу же ему надо к врачу обращаться? Или все-таки как-то можно повременить, посмотреть, понаблюдать? Что по этому поводу скажете? Все-таки в результате падения нужно стараться в любом случае обратиться в любое лечебное учреждение. В любом случае? В любом случае. Для того, чтобы доктор определил, какое у вас есть повреждение. Это может быть ушиб, это может быть растяжение связок, может быть полное повреждение связок. И все что угодно. Вывихи, переломы. Гололедная травма в результате падения провоцирует перелом той или иной верхней конечности. Потому что при падении мы инстинктивно выставляем или руку, или ногу. Соответственно, под массой тела чаще всего происходит перелом или лучевой кости, или перелом костей предплечья. Соответственно, если это нижняя конечность, перелом лодыжи, перелом костей голени. На что можем обратить внимание? Первое – это, конечно, боль. Развивающийся отек в первые минуты. Возможно, какая-то деформация в области поврежденной конечности. Ограничение движения, наверное. Ограничение движения. Может быть, развитие кровоподтеков. Может быть, какие-то простезии. Поэтому в любом случае, то, что вы можете сделать на месте, это исключить дальнейшее травмирование данной конечности и вызвать скорую помощь для того, чтобы вас, согласно мужетизации, транспортировали в то или иное лечебное учреждение. До приезда скорой помощи в зимний период вы можете приложить снег или лед для того, чтобы уменьшить развитие отек. Ну и, соответственно, как-то по возможности обезболить и обездвижить пациента. Ну, иммобилизация такая своеобразная. Иммобилизация. Это может быть иммобилизация подручными средствами. То же самое – прибинтовать руку к конечности. Если это повреждение нижней конечности, может прибинтовать к здоровой конечности. Если это повреждение верхней конечности, вы можете прибинтовать какую-то шину или прибинтовать к туловищу. Соответственно, обездвижившись к конечности, вы уменьшите болевой синдром данного пациента. – Олег Иванович, нашим жителям региона не чужды забавы зимние, и понятно, что хочется на горках покататься, и дети тоже с удовольствием. Скажите, пожалуйста, какие меры предосторожности должны быть? Наверное, все-таки это горки должны быть приспособлены для катания, а не так, чтобы, как говорится, где не попадет. И на чем тоже? За счет того, какие предметы используются для катания на горках, от этого тоже зависит характер травм? – Ну, в любом случае, если мы берем любую травму, любая профилактика заключается в осторожности и внимательности. Поэтому, тем более, это в зимний период. – И контроль взрослых, наверное. – Контроль взрослых. Поэтому, если мы катаемся на коньках, соответственно, нужно выбирать там не условно не водоемы, а какие все-таки организованные катки. Потому что здесь специально заливаются ледовые покрытия, где нет трещин, где нет выбоин, и, соответственно, что может привести в дальнейшем и к растяжению связок, к перелому конечностей. Если это мы берем лыжные прогулки, соответственно, под контролем родителей, под контролем тренера, в любом случае какие-то массовые катания нужно проводить не в хаотичных каких-то там горках, которые созданы непонятно кем на склонах, а, соответственно, это организование должно быть на площадях, в каких-то стадионах, там, где присутствуют взрослые, которые всегда могут оказать какую-либо помощь на месте. И, соответственно, какие-то окружающие, кто может вызвать скорую помощь. Поэтому не стесняйтесь обращаться к медицинским работникам, которые всегда вас обследуют, дадут совет и назначат соответствующее лечение. – Олег Иванович, ну вот сейчас с приближением зимних каникул, как мы уже сказали с вами, да, конечно, люди будут больше проводить времени на улице. И иногда человек не следит за тем, сколько он проводит времени, и получается, как результат, как следствие, да, даже незаметное, там, например, обморожение, может такая случиться беда, да. Вот во время обморожения, вот что можно делать, что нельзя делать, куда нужно обращаться, и вот по этому поводу что вы скажете? – В зимний период порядка 15-20% обращаются пациентов, которые или с общим переохлаждением, или локальным переохлаждением, так называемое обморожение. Это может быть обморожение конечностей, может быть обморожение лица, нос, ушные раковины. – Все незащищенные места. – Все незащищенные места. Мы не всегда наблюдаем за температурой, которая у нас на улице. Обморожение можно получить не обязательно в 20-30 градусов, а обморожение можно получить, допустим, в минус 5 градусов, когда имеется повышенная влажность и сильный ветер. Что препятствует обморожению? Отношение удобной теплой одежды, нетесной обуви, чтобы обувь была не влажная. Соответственно, около 30% пациентов, поступающих с обморожением, в основном это пациенты, находящиеся в алкогольном опьянении. Потому что увеличивается теплоотдача, соответственно, пациент не контролирует то, что происходит, и уже поступает с обморожением чаще всего второй-третьей степени. Очень много пациентов поступает те, кто курит, потому что, соответственно, вызывает спазм мелких сосудов, и пациенты не видят, как у них происходит обморожение, происходит нарушение чувствительности, возникает отек мягких тканей, отек конечности, и пациентам уже приходится оказывать специализированную медицинскую помощь. Соответственно, данные пациентам оказывают помощь или в условиях травматологического пункта, или направляются к мустиологическое отделение для более специализированной медицинской помощи, и, возможно, оперативного лечения. Потому что обморожение может быть, если первой степени мы не замечаем, и, соответственно, это пройти может быть незаметно, то обморожение третьей-четвертой степени может закончиться ампутацией каких-либо конечностей, пальцев, рук, коленов. Это может быть серьезно. Соответственно, эти раны условно инфицированные, они очень долго заживают. Олег Иванович, уже говорили про то, что сотрясение головного мозга, черепно-мозговые травмы. Как часто все-таки эти травмы, которые вовлекают центральную систему, насколько часто они возникают? И вот каков прогноз, и какая тактика по таким пациентам именно? Ну, такие пациенты поступают в основном или при падении, ударе головой, могут поступать такие пациенты при дорожно-транспортных происшествиях. Еще у нас есть зимние запавы, это снегоходы, при падении снегоходов, при падении на лыжи с каких-либо горок. Поэтому все пациенты поступают в нейрохирургическое отделение. Они обследуются, ставится им соответствующий диагноз, подтверждается или, наоборот, снимается данный диагноз. Врачи-нерохирурги осматривают пациентов, назначают соответствующее лечение. При необходимости данный пациент госпитализируется, проводится компьютерная томография, госпитализируется для динамического лечения и назначения консервативной терапии. После выписки из стационара пациенты находятся на лечении в поликлиниках по месту служительства под наблюдением врачей-неврологов. Ну, а какие вот все-таки первые симптомы, ну, жалобы, симптомы, какие вот должны насторожить человека, что все-таки, иногда же бывает сотрясение, не обязательно прям даже вот сильный какой-то удар головой, да, и так далее, да? Ну, любая черепно-мозговая травма, она, во-первых, может сопровождаться потерей сознания, пусть даже кратковременной. Может возникать тошнота, однократная или многократная рвота, головная боль. Если пациент все-таки упал, ударился головой, есть те или иные признаки, в любом случае нужно обратиться к врачу для того, чтобы установили или сняли данный диагноз. Понятно. Ну, все-таки вот касаемо профилактики травм, да, еще раз вот хочу сказать. Вот, ну, мы сказали, да, конечно, надо быть внимательнее, надо как-то, если это ребенок, надо контролировать всегда, не отпускать от них там, да, то есть, как говорится, неизведанные такими места, там, катания и так далее, так далее. Вот, ну, все-таки вот основные какие правила вот безопасности? Еще раз повторюсь, это осторожность и внимательность, это первое. Во-вторых, нужно смотреть всегда на температуру окружающей среды. Очень часто происходит падение, когда температура в течение дня меняется с плюса на минус, с минуса на плюс. Соответственно, мы одеваем одну обувь, потом возникают заморозки, соответственно, возникает, в результате неправильно подобранной обуви возникает падение. Если возник гололед, нужно передвигаться очень медленно, стараться выбирать специальные места, где нет льда. То есть, маленькими шажками, такими, да? Маленькими шажками, наступая на полную подошву. Для этого одевать специальные обуви с рифленой подошвы для того, чтобы не падали. Лицам пожилого старческого возраста стараться все-таки не выходить в данные дни, когда, допустим, вчера, позавчера у нас был гололед, поэтому выходить только по надобности. Есть специальные противогололедные накладки, поэтому их можно применять на обувь. Ну, то есть, вот даже автотранспорт, да, вот сейчас мы тоже упомянули об этом. Лучше, может быть, иногда бывают такие моменты, когда лучше, может быть, и не брать. Если можно обойтись, да, без автомобиля, то есть такие дни, когда действительно лучше не рисковать, на самом деле. Согласен полностью. И у нас очень часто еще пациенты поступают с травмой, даже в общественном транспорте. При подъеме на ступеньки, при выходе из автобуса, именно вот здесь происходит ступенек, очень часто пациенты все-таки падают и получают какую-либо травму. Олег Иванович, новогодние праздники, они в любом случае ассоциируются с какими-то там салютами, фейерверками, бенгальские огни, свечи. Понятно, что наши люди это все любят. Вот здесь, в этом плане, ведь можно тоже получить какие-то ожоги или какие-то там термические, какие-то повреждения. Вот давайте об эту тему немножко, об этой теме поговорим. У нас предстоит всеми наш любимый праздник – Новый год. Соответственно, здесь не только какие-то культмассовые мероприятия. Все очень любят сопровождать данный праздник различного рода пересхеническими изделиями, фейерверками. Но давайте рассмотрим обратную сторону. Все-таки это какие травмы могут возникать при запуске тех или иных пиротехнических изделий. В любом случае, мы условно можем разделить все данные салют, фейерверки на легкие и тяжелые. Легкие, которые мы можем использовать, допустим, условно в домашних условиях, это бенгальские огни, холодные фонтаны, хлопушки и те фейерверки, которые мы используем все-таки на улице. Поэтому при приобретении фейерверков или каких-либо пиротехнических изделий, старайтесь все-таки покупать данные изделия в специализированных магазинах. Лицензированных даже. Лицензированных в специализированных магазинах, потому что большую часть пиротехнических изделий поступает у нас из Китая. Часть изделий нет сертификатов, часть изделий нет инструкции на русском языке, что ежегодно увеличивается количество травм. Поэтому при запуске тех или иных пиротехнических изделий мы должны найти безопасную территорию вдали от объектов, посмотреть радиус вылета той или иной ракеты. Это может быть 20 метров, 50 метров, 100 метров. Закрепить те или иные пиротехнические изделия. Потому что может быть травма как самого запускающего, так и пешеходов вокруг. Данные изделия попадают в автомобили, балконы, вызывают пожары. Соответственно, чаще всего повреждаются открытые участки тела. Руки, лицо, глаза. Поэтому в любом случае нужно обращаться к врачу при тех или иных травмах. Повреждения пиротехническими изделиями у нас относятся к так называемой комбинированной травме. Потому что здесь идет воздействие химических агентов, воздействие тепла. И, соответственно, те раны, которые образуются на тех или иных участках тела, мы не можем поставить диагноз и объем повреждения. В результате контузии и повреждения мягких тканей большего диаметра данные раны очень плохо заживают. Они условно инфицированы. И некоторым пациентам предстоит не одна и не две операции для того, чтобы восстановить целостность кожных покровов и мягких тканей в результате данных повреждений. То есть в любом случае надо быть очень осторожными? Очень осторожно. И если, допустим, произошло какое-то повреждение или, допустим, хлопушка, салют, взорвался у вас в руке, повредил мягкие ткани, не нужно ничем промывать. Нужно наложить по возможности стерильную повязку или какую-то чистую салфетку, обратиться к врачу для оказания специализированной медицинской помощи. — Николай Иванович, мы сейчас с вами обговорили, что сейчас тормотологическая помощь шагнула далеко вперед. И мы уже практически не нуждаемся в каких-то консультациях федеральных центров. Даже где-то решаем многие вещи уже здесь на региональном уровне. Это очень здорово, конечно. Может быть, все-таки скажешь какие-то инновационные методики? Какие-то современные, похвалиться там. Я знаю, что у нас идет и трансплантация органов, и у нас идут сейчас замены суставов. То есть уже практически, если можно сказать, практически на поток поставлены. Можно уже так сказать. — Мы начали заниматься высокотехнологичной медицинской помощью еще с 2010 года, когда получили федеральную лицензию на той или иной вид деятельности. Соответственно, мы начинали с небольшого количества операций. Первый год у нас было вообще порядка 50 операций. Это в основном мы планировали замену суставов. Данные квоты мы выполнили. Ежегодно количество квот нам увеличивают. Соответственно, из года в год мы увеличиваем количество операций. Мы увеличиваем спектр оперативных вмешательств. Что касается тромпологической помощи, мы производим замену коленного сустава, замену тазобедренного сустава, пластику крестообразных связок, нейрохирургический профиль, транспертикулярная фиксация позвоночника при травмах, при накладывании металлических конструкций, остеосинтез позвонков. То есть, там протезирование, по сути дела, да? По сути, протезирование при применении кейджей. Соответственно, это может быть при спондилолистезах и дегератин-дистрофических заболеваниях позвоночника. Также у нас большое количество поступает пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата. Здесь мы используем двухэтапный остеосинтез, который относится тоже к высокодиологичной медицинской помощи. Нейрохирургический профиль. Большое количество пациентов поступает с травмами позвоночника. Это может быть шейный, грудной, поясничный отдел. То, что касается шейного отдела, это у нас стабилизация металлоконструкции, в основном это пластинами. Грудной, поясничный отдел, стабилизация транспитикулярными фиксаторами. Как я повторюсь, начинали мы высокотехнологичную медицинскую помощь с 50 операций, то сейчас у нас более 700 операций. Поэтому всем, кому мы можем оказать специализированную медицинскую помощь, мы стараемся оказать в условиях Ульяновской области. Абсолютно бесплатно? Абсолютно бесплатно. Вы можете обратиться к специалистам того или иного профиля. Специалисты вас проконсультируют при необходимости проведения оперативного вмешательства. Они дадут вам рекомендации, дадут вам заключение на оформление квоты. Вы с ними обговорите, в каких клиниках, в каких городах проводят ту или иную операцию, объем оперативного вмешательства. Если вас все устраивает, соответственно, вам даются заключения, оформляется пакет документов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. И в лечебном учреждении данный пакет документов рассматривается. Если нет у вас противопоказаний для проведения операции, вы, соответственно, приглашаетесь на консультативный прием, и вам назначается дата оперативного вмешательства. Чаще всего после высокотехнологичной медицинской помощи пациенты находятся на лечении у нас. Соответственно, на вторые сутки мы стараемся приподнимать пациентов, вертикализировать, ставим на костыли. И потом уже второй, третий этап реабилитации, они проходят в домашних условиях. У нас в перспективе открывается отделение реабилитации. Для того, чтобы пациентов из специализированных отделений мы планируем переводить в отделение реабилитации. И проходить полный цикл восстановления пациентов. Это с момента оперативного лечения до восстановления, чтобы пациент уже самостоятельно передвигался и самостоятельно оказывал себе пункт. Ильпаныч, какой процент потом, как говорится, в строй возвращается? Даже после таких операций сложных, по замене сустава? Вы имеете в виду, какой период? В течение года у нас возвращается больше 90% пациентов в строй. Здорово. Исключением является это пациента со спинальной травмой. Соответственно, какие-то повреждения. Сочетанные такие, да? Больше сочетанные травмы, они длительный этап реабилитации. Да, очень большие. Они проходят более года. А спинальные травмы – это перелом позвоночника с повреждением все-таки спинного мозга. Да, мы стараемся проводить оперативное лечение в первые часы. Все, что можно сделать, мы применяем все инновационные технологии, но не все в наших силах. Соответственно, потом уже пациенты находятся на реабилитации, но полное восстановление все-таки не происходит. Олег Иванович, ну и возвращаясь к нашей теме, которую мы обозначили – Новый год без травм. Все-таки какие-то, может быть, еще пожелания такие, и как от травматолога главного, и как от врача, и как от человека по традиции в заключении нашей программы? Ну, по традиции, как от врача-травматолога, это, естественно, здоровье. Здоровье – это то, что нам дается Богом. Соответственно, здоровье вам, здоровье вашим близким. Стараться не попадать в данные ситуации. Но если вы попали, все-таки не нужно заниматься самолечением. Обращайтесь к докторам, они вам всегда помогут, окажут помощь. Ну, счастья, здоровья, всех благ вам и вашим близким в новом году. Спасибо большое, Олег Иванович. Ну что ж, вот такой интересный сегодня разговор у нас получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов.